Итак, всем привет, уважаемые подписчики, с вами Алекс Монг, и я продолжаю проходить игру Need for Rush, сделанную в СССР. И сегодня я продолжаю цикл, посвященный ВАЗ-2101 Копейке. И первая трасса будет в учебном лагере. Так вот. Многое у советских автовладельцев в ВАЗ-2101 было впервые. Например, именно благодаря Жигулям они узнали, что в малолитражке на высокой скорости можно разговаривать, не повышая голос. Что в суровой русской зимой в машине может быть тепло, как дома. И что за рулем без устали можно покрывать чуть ли не вдвое большее расстояние, чем на москвичах или в Олдер. ВАЗ-2101 наглядно продемонстрировал нашим автолюбителям, насколько простым может быть зимний запах двигателя. Когда владельцы ветковушек других марок уже вынуждены были идти за ведрами с горячей водой и паяльными лампами, водители Жигуленка зачастую обходили сзади без помощи заводной рукояти. Большая заслуга в этом принадлежала карбюратору ГАЗ-2001, как бы в девичестве Weber 32 DCF, куда более совершенному, нежели советские аналоги того времени. Недаром, спустя несколько лет, отечественными вариациями на теме того же Weber стала серийно комплектоваться продукция АЗЛК и Ильмаш. Впрочем, джигулевские карбюраторы начали появляться под капотом москвичей и даже Волк, куда раньше усилиями самих владельцев, уставших бороться с капризами и прожорливостью штатных агрегатов серии КАЗ-26. Говоря о двигателе ВАЗ-2101, нельзя не отметить такое нововведение, как система охлаждения покрытого типа, рассчитанная на применение только антифриза. Прежде советские легковушки не имели расширительного бачка, а их радиаторы чаще всего заправлялись обыкновенной водой, которую в зимнее время необходимо было сливать перед каждой стоянкой. Эта процедура считалась совершенно обыденным делом. Наконец, только на ВАЗ-2101 впервые появились высококачественные пластиковые материалы в отделке салона, которые не боялись воздействия прямого солнечного света. Суммируя все вышеизложенное, не будет преувеличением сказать, что вместе с первыми автомобилями ВАЗ к нам в страну пришли новые технологии и новые материалы, благодаря которым вся советская промышленность, и не только автомобильная, сделала огромный шаг вперед. Эпопея с русификацией 124-й модели оказалась крайне полезной и для самой фирмы Fiat, накопившей совершенно бесплатно уникальные сведения о надежности своих машин в экстремальной послужбе эксплуатации. Разумеется, этот опыт не пропал даром и был учтен итальянцами в дальнейшей работе. Тайны серебряной ладьи Существовало три вида заводских эмблем ВАЗ-21-0-1. Как выглядит одна из них, знают многие. Логотип состилизованный под букву B с серебряной ладьей и на рубиновом фоне красовался на всех единичках с 1971 года. Однако на машинах 1970 года выпуска этот же значок был дополнен надписью Тольятти. Неудивительно, что из-за скромного тиража сегодня такие эмблемы невероятная редкость и мечта любого коллекционера автомобильной Геральдики. Кстати, по легенде, надпись со значка пришлось убрать по курьезной причине. Дескать, не надо демаскировать местоположение такого стратегического объекта, как автозавод. Сегодня абсурдность подобных требований очевидна. Однако, в те времена бывало и не такое. Существует и совсем раритетная эмблема. Она появилась на свет лишь благодаря ошибке и до живых автомобилей не дошла вовсе. Дело в том, что самую первую партию значков около 30 штук по советским чертежам делали в Турини, фиатовские специалисты. На выходе у итальянцев должен был получиться тот самый знак, который мы только что написали выше. Однако в спешке кто-то из них перепутал кириллическую букву Я и латинскую букву Р. Кстати, обратите внимание на видео. Красивейшая локация, город Огней. Продолжим. В результате все значки из той злополучной партии вазовцы просто разобрали на сувениры. Вот так вот. Спортивные достижения На спортивной арене вазовский первенец дебютировал в начале 1971 года в Риге на командном первенстве зимнего чемпионата СССР по ралли. Затем чемпионат СССР по концевым гонкам, где тальятинские машины даже были выделены в отдельный класс «Жигули». А уж осенью того же года автомобили ВАЗ-2101 приняли участие в международных соревнованиях. Три советских экипажа стартовали в марафоне «Тур Европы-71». Маршрут этого ралли был проложен на территории 14 стран Западной и Восточной Европы, включая СССР, а общая протяженность дистанции достигала 14 тысяч километров. По итогам тура команда ВАЗ-Автоэкспорт завоевала серебряный кубок командам в зачете, а экипажи Ердаускас-Мадревец и Лукьянов-Карамышев к тому же удостоились наград в личном зачете. Закономерность этого факта была блестяще подтверждена впоследствии и на туре Европы-73, где командам, выступающим на ВАЗ-2101, достались и золотой, и серебряный кубки сразу. Впоследствии, в 01-е еще долгие годы не сходили с крас как внутрисоюзных, так и международных соревнований, а в любительских ралли ВАЗ-2101 порой встречаются и сегодня. Первые шесть автомобилей ВАЗ-2101 были собраны 19 апреля 1970 года. Ритмичная же работа главного конвейера Воловского фазовода началась в августе. До конца года в Тольятти собрали 21 530 единичек. В 1971 это количество возросло до 172 175 автомобилей. А пик выпуска ВАЗ-2101 пришелся на 1973 год, когда было собрано 379 тысяч 7 экземпляров. На проектную мощность завод вышел в 1974 году. И давайте рассмотрим некоторые модернизации. Модернизация ВАЗ-2101. Уже в 1971 году по распоряжению главного конструктора Соловьева на Волжском автозаводе начались работы по модернизации внешности единички. Тольяттинские дизайнеры довольно долго экспериментировали с изменением оптики и облицовки радиатора. Пробовали применить поворотники типа Fiat 125 со стандартными фарами от ВАЗ-2101. Использовать троечные подфарники, установленные ниже бамперы. И даже пытались вписать в силуэт ВАЗ-2101 прямоугольные фары от Москвича 412 в комбинации с подфарниками от ВАЗ-2101. Дальше были праворульные ВАЗ-2101. Для экспорта в страны с левосторонним движением Волжский автозавод освоил выпуск двух версий единичек ВАЗ-2101 и ВАЗ-2101 на базе 01 и 01. Поворотники и варианты отличались от базовых моделей усиленной пружины подвески правого переднего колеса. Все дело в том, что после переноса органов управления на правую сторону распределения, масса машины между передними колесами оказалась неравномерной. В качестве применитивной меры против нежелательного крена кузова применялась более жесткая пружина. Ну а я уже, тем не менее, завершаю трассу. История мы еще продолжим в одном из следующих выпусков про Копейку. А пока спасибо, что вы меня смотрели. Обратите внимание, какой замечательный, красивый ночной город. И как стремительно по нему мчится Копейка. Класс! Я думаю, вам понравилось мое видео, моя историческая справка. Если да, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, комментируйте на форуме. А самим был Алекс Монг. Всем пока и удачи, ребята! Субтитры сделал DimaTorzok